Привет, друзья, с вами Кернекс, и сегодня мы продолжаем играть в игрушку под названием PotionCraft. Мы с вами остановились на том, что открыли ряд новых зелий и начали, собственно, их пытаться продавать. Естественно, это пока что выходит не очень, потому что это очень узконаправленные зелья. Что нам предстоит сегодня сделать? Естественно, наторговать кучу бабла и желательно добраться до вот этого уже открытого зелья. Ну и судя по карте, как мы развиваемся, что-то должно быть еще здесь. Либо нам надо будет через невидимость пройти, либо через... Что это такое? Через урожайность. То есть любой из вариантов, в принципе, нам подходит. Что же мы делаем сейчас? Сейчас мы, наверное, пойдем торговать. Сейчас, каких у нас больше всего? О, у нас как раз подъемный вверх есть. Немножечко вправо, немножечко влево, но здесь придется пошагать вот таким вот образом, чтобы залезть аж сюда. Я думаю, камни мы здесь использовать не будем, это будет уже чересчур. Я думаю, что мы залезем своим путем в придачу. У нас же грибы есть, может, что-то придумаем. Сейчас, может, еще что-то наторгуем. Об этом тоже не стоит забывать. Так, показываю, что есть. Пока я у тебя ничего брать, наверное, не буду. У нас запасных страниц... 16 штук. Поэтому пока что ты нам не нужен, все остальное мы у тебя пока что не закупаем. Всех благ. Так, добрый день. А, я не посмотрел, может, мы ему могли бы зелье продать. Некромантии, ладно. Так, у нас скоро рейды, чувствую, что будет сильная бойня. Боюсь, что могу не выйти оттуда живым. Мне бы как-нибудь повысить шансы на победу. Есть, дружочек, вариантик повысить шансы. Довольно дорогой. Но, надеюсь, тебе понравится. Естественно. Таким бы зельем и я бы обмазывался. Ой-ой-ой-ой-ой. Если бы мне его кто дал. Нормально, исправили ситуацию. Забирай. Так, дрова у меня дома совсем отсырели. Не могу их разжечь. Есть способы заставить их гореть. Конечно. Так, у нас здесь нет этого зелья. Гореть мы можем заставить абсолютно все благодаря одному магическому зелью. Забирай так. Так, мне нужно безопасно и быстро спуститься с гор... Наверное, мне кажется, что-то можете придумать. Я не помню, что я в прошлый раз давал. Серьезно, не помню. Но, по-моему, мы ей что-то дали и ей прям понравилось. Но это явно не зелье прыгучести. Безопасно спуститься с горы. Безопасно спуститься с горы. Мог бы и щит дать, конечно. Но сомневаюсь, что она ждет именно этого. Ну, давайте скрафтим. Ладно, потому что... Попрыгунчик точно нет. Если была плеветация, то она бы помогла. Заморозка нет. Это нет, это нет. Замедление тоже нет. Кислоты хилые. Это все нам ни к чему. Чисто попробуем. Естественно, нет. Тогда свободно. О, дед. Слушай, что у тебя есть? Проход вверх-вправо резкий. Проход вниз-вправо. Ну, дед, такое, конечно. Ну, давай парочку штучек возьму. Ты у нас, грибник, вроде бы опытный. Поэтому я на тебя понадеюсь. Хотя бы чутка. Ух, чуть не промазал дважды. Сойдет. Давай сюда. До свидания. Так, мне нужно поджечь кое-что. Ну, чтобы наверняка без каких-либо осечек. Поэтому я пришел сюда. Угнедельное лучшее решение. Он, скорее, не для благих дел его берет. Но нам нужны бабки, поэтому... А что так дешево? Братильник. Ты че? Не, для благих дел слушать. Так, мне нужно зелье, дающее магические силы. Магические силы ты имеешь в виду ману? Или ты имеешь в виду прям магическую силу? Давай я на всяк пожарный ману скрабчу. Ага, она имела в виду ману. Забирай. Так, я недавно один гриб съел. Это было интересно. Столько красок, цветов, все кружилось. О, да, только вот я не запомнил, как гриб выглядел. Но вы разберетесь в этом всем. Можете сделать какой-нибудь варево из таких грибочков. Вот у меня как раз, по-моему, нет этого зелья. У нас, по-моему, открыто еще три или четыре зелья. И у меня его как раз и нет. Я могу ему кислоты дать, чтобы он упоролся. А, давайте попробуем ему либидо втюхать. Не, тогда гуляй. Так, мне нужно незаметно проникнуть в одно помещение. Со скрытностью проблем нет, но вот замок на двери там очень сложно. Зарвать его не получается слишком громко. Может, есть какие-нибудь варианты? Нам уже, по-моему, попадался такой вариантик. И мы, по-моему, не нашли, что предложить. Из нашего всего мега-оборота зелий мы не смогли ничего предложить. Насколько я помню. Так, еще раз. Взорвать не получится слишком громко. Можем попробовать кислоту дать? Да ладно. Как скажешь, брат. Только я из тебя выжму все соки. Ты же понимаешь, да? Забирай. Минус 20 репа, но у нас и так плюсовая репа, поэтому мы даже не ощутили. Так, это все мы забрали. Давайте сон. Получим еще растений. И, в принципе, можем приступать к поиску новых зелий. Мы просто пока все не найдем, мы не можем соваться к машине, потому что нам не хватает некоторых. Для того, чтобы сделать мега-комбо зелий для машины. Так, имеем мы и то, и сё. Я думаю, мы начнем... Давайте сразу, наверное, попробуем сделать. Нам что нужно? Нам нужно выйти вот сюда, вот сюда, вот сюда, вот сюда, вот сюда, вот сюда, вот сюда и вот сюда. Это будет довольно дорого по обычным нашим растениям. Поэтому придется немножко фантазировать. Вот этот гриб идеально вот сюда зайдет, если мы где-то здесь остановимся. Так, что у нас еще есть? У нас есть какой-то резкий скачок вверх? Нет, у нас есть резкий скачок влево. Короче, двигаемся пока обычными. Там будем смотреть. Все это в кашу, пожалуйста. Сюда двигаемся вправо, влево. Если что, мы можем дернуться как раз за счет гриба. Если все пойдет как надо. Так, забирай вкусняшки. Забирай вкусняшки. И вот сейчас вопрос. Сейчас нам надо, скорее всего, аккуратненько. Наверное, на половинку, но бляха. Зависит от того, как мы влево будем двигаться просто. Если мы так будем двигаться, то мы особо вверх не поднимемся. И зашкребем дважды скелетов. Этого бы не хотелось. Если мы будем влево так двигаться, по идее мы пройдем чуть более ювелирно. Но все равно надо аккуратней. Рывок намного вверх. Да бляха, давайте оставим, наверное, так. Давайте оставим так. Тогда на этом мы проедем нормально. Ммм, вот здесь дурацкая ситуация вообще. Вот насколько она может быть дурацкой. Это все нам не поможет. Вообще не поможет. Нам надо как-то, в общем, продвинуться туда, но не на полную, чтобы мы могли подняться спокойно. Поэтому давайте аккуратненько. Выкинь каку. Давайте пока сюда доедем. Довольно затратное зелье будет. Но я надеюсь, оно себя хоть как-то оправдает. Так, мы не вареные. Все нормально. Аккуратно с черепами я тебе молю. Отлично. Можно сказать, ювелирная работа проделана. Здесь мы можем, кстати, заюзать где этот гриб упоротый. Не ты, не ты, не ты. Не-не-не, где-то был, был, был. Вот ты, да? По идее, мы можем ювелирненько подняться и узнуть вот этот гриб. Для того, чтобы ювелирненько подняться... Еще раз, ты как бьешь? По диагонали. Давайте я немножечко здесь растолчу, вот так. Чтобы обезопасить себя. И теперь проверяем. Этот гриб не работает. Ай, бляха-муха, я на него рассчитывал на самом деле. Ладно, можем двинуться через него, потом направо. Потом направо вверх. Мне просто неизвестно, что вот здесь. В этом есть проблемка. Так, закидываем тебя. Уф, чуть не сдох, нормально. Так, теперь уходим ювелирно вправо. Очень затратное деле. Максимально не оптимизировано. Так, теперь нам нужно подняться вверх. Желательно было бы чуть повыше подняться, но... Уже что есть, то есть. Так, набрали кучу опыта. И теперь нам надо исхитриться и попасть... У нас же был какой-то гриб влево. Нет, нет, был. Вот. Довольно упоротый грибочек, но он, в принципе, у нас есть еще в наличии. Ну, просто затраты жопа, на самом деле. Ну, давай. Мы в любом случае до центра там доедем. Главное, чтобы сошлись пунктиры. Все остальное меня, в принципе, не интересует. Так, единичка есть. Нам надо сейчас переехать пунктир наверх. И сверху уже подсосемся чуть-чуть. Давай, 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 давай. Продолжение следует... 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 продолжить зелье, которое у нас есть. А так, в теории, мы можем теперь все эти зелья скрафтить, но, блях, это будет так затратно. Ядрён батон, серьёзно. Ладно, давайте торговать, нам нужно репу поднять. Так, я здесь всё забрал? Усё забрал, погнали. Дворфыч, здорово, слушай, у тебя нет случая перита? Есть. Ещё и по скидке. Ты ж моя бусинка. Ублачный кристалл пока не надо. Дай мне хотя бы шесть штучек перита на будущее. Вдруг нам резко пригодится много зелени кромантии. Чтоб я был спокоен, что мы их сможем скрафтить. Спасибо большое. Так, дрова у меня совсем отсорили, есть чем прогреть. Сейчас дадим. Держи, прогревалка 2000. Мне нужно безопасно быстро спуститься с гор. Броню мы и дали, да, в прошлый раз? У меня две брони. А, нет, броня и не... Броня и не сгодилась. Ну, по идее, левитация тогда. 300 стоит левитация? Понимаю. С теми конскими затратами, которые у нас были на это зелье. 300 это даже маловато, я бы сказал. Ну, ладно. Так, лесорубы вырубили нашу рощу. Новые деревья вырастут через года. Может, есть способ ускорить их рост? Конечную. Конечную, конечную, конечную. У нас все есть. Приходите почаще. Так, наша лавка опнулась еще. Что мы теперь имеем? 30% к цене зелий. А все остальное вроде не поменялось. Окей, показываю, что у тебя есть. Так, хочешь нам еще вот эти грибочки гоблинские пихнуть? Тебе зеленый кроват. А, зеленый кроват 140 стоит. Но оно не окупается вообще тогда. Пока нет, брат. Удачи. Почти весь наш урожай пожрал логоносик. Что же нам делать? Да все то же самое. Я даже не знаю, что лучше. Ну, давайте это дымим. Забирай. Так, давно болит зуб. Сейчас вообще невыносимо стал болеть. Можно как-то вылечить. Да пофиксить можно. Но прям вылечить? Я не уверен. Тут зелье у нас гораздо дороже, но... Дороже по крафту. Но оно не дороже по сути. Поэтому нет смысла заморачиваться. Недавно в бою получилось сильно ранее. Чувствую, что нужно какое-то лекарство. Иначе может плохо кончиться. Правильно чувствуешь? Так, хочу попробовать... Пробраться в одну пещеру незамеченным. Готового у меня зелья нет. Держи. Но просто так я тебе его не отдам. Даже не надейся. Отлично. До свидания. Все. Наторговали всех, да? По травам у нас полная жопа. Нам нужно теперь эту бобенку встретить. Закупиться у нее хорошенько. Потому что деньги есть. А всего остального нет. Так. Повышает навык торговли. Чем выше навык торговли. Возьмем в год неизначальная цена при покупке и продаже. Либо же... Либо же радиус обзора. Давайте, наверное, вот так. Мы же барыга в первую очередь. Это уже во вторую очередь мы тут зельями занимаемся. Маленький нюанс. Так, отрелаксили. Спускаемся вниз. Ой-ой-ой. Что-то вообще не густо, слушайте. Да. Без бобенки нам не разобраться. Это факт. Это факт. Нам нужно сейчас будет сколько? А, мы забрали и то, и то. А, нам уже нужно будет начинать делать комбинации, да? Ну, давайте смотреть. Два яда, три кислоты. Два яда, три кислоты. Два яда у нас здесь, кислота у нас здесь. Ну, довольно дороговато будет. У нас, наверное, не вообще есть. Но пока, наверное, не будем лезть. Это надо будет здесь проехаться неполноценно. Сварить. Обойти этот водоворот, потому что он исказит наш маршрут. Не обойдем, придется больше травм просто, по сути, потратить. Спуститься внизу, идти влево сюда, на тройку. Не то, чтобы сложно. Скорее, задолбиться-то немножко. Так, показываю, что у тебя. Все то же самое. Некромантию он берет за 150. Не, это сильно дешево. Это сильно дешево. Так, меня разыскивают банки-головрезы, кажется. Они уже высадили меня. Срочно скрыться, исчезнуть. У меня, кстати, по-моему... А, нет, я же получил чуть трав. На много таких зелий у меня не хватит. Ну, какое-то количество я могу, конечно, выдать. Отлично. Забирай. Так, дрова совсем и царели. Без проблем. Держите так. Неудачно перепрыгнул враг и сломал ногу. Говорят, долго будет заживать. Можно как-то ускорить. Можно. Исключительно по вашему заказу. Держите. О, бобенцы. Тебя-то я и хотел увидеть. Шо у тебя по обычным травам и шо у нас по обычным травам? У нее только одна обычная есть, да? Давай сюда все. 149. Банан это какая-то дичь страшнейшая. Серьезно. Не хочу за него даже браться. Это движение у нас вправо. Это движение вниз влево, кстати. Вот это очень неплохая, наверное, штука. Давайте возьмем чутка. Отлично. Давай сюда. Удачи. Так, моя магическая энергия на исходе. Две секунды. А, может попробуем ей втюхать вот это комбо зелье. Дорогущее. Хотя оно больше хил, чем ман. Ну ладно. Давайте мы и чистую ману сделаем. Оно тупо дешевле чистая ман. Забирай. Так, у нас из-за пожара был уничтожен весь урожай. Нужно как-то восстановить поля, иначе нас ждет голод. Не вопросик. Забирай так. Третий день болит голова. Можете чем-то помочь. Ночью не могу уснуть. А тут вопрос. Мы либо хилку даем, либо снотворное. Как бы на выбор. У меня не хватает зодоцвета, ёбарезенты. Да ладно. Ну попробуем, что ли, хилку. А хилка тоже. А стоп, почему-то там не хватает. А, потому что там пять надо. Да. Неприятная ситуация. Давайте попробуем хилку дать, конечно. Нормально, сойдет. Так, наши яблони совсем не плодоносят. Можно их как-нибудь чем-нибудь полить. У нас есть быстрый рост, а есть богатый урожай. И причем не то, а нет. Быстрый рост мы можем сделать. Нет, ей не надо, ей надо урожай. Сорян тогда. Ничем помочь не могу. По травам мы сдулись просто. За момент. И это меня и пугает. Эм, да. Что у нас сейчас по количеству? Водоцвета у нас нет совсем. Ну нам здесь и вправо двигаться не надо, с одной стороны. Но у нас и огнецвета почти нет. Поэтому как бы нам сейчас отращивать и молиться, что все пройдет быстро. Вот все, что нам надо делать. Так, храпанули. Замычательно. Да что ж такое? Прям совсем грустно по цветам. Очень грустно. Мне нужна опять бобенца, только чтобы она была с ветроцветом. Так, ловушку, чтобы когда нарушитель наступал ее, прилипал к ней и не мог убежать. Нужно какое-то зелье. У меня, по-моему, даже... Нет, готового нет. О, замедление тоже требует водоцвет. Ладно, держи. Даже торговать не буду, давай. Так, все просто. Мне нужны ядовитые стрелы. Стрелы у меня есть. С ядом. Ну тут хотя бы не ветроцвет. Уже хорошо. Забирай. Хочу намазать на свой кинжал ваш самый сильный яд, чтобы враги муха корчились от боли. Вот это, скорее всего, нам репу попортит. Ну, в принципе, сойдет, да. Так, мне нужно зелье, которое можно заморозить врага. Заморозить у нас опять ветроцвет. Мы сейчас лишим себя всего и вся просто. О, бобенца, это опять пришло, слава богу. О, у тебя еще эти есть, супер. Давай и те, и эти. Огнецвет-то что-то ты зажопила, мадам. Ладно. Мы сейчас, по идее, можем очень сильно удешевить эту покупку. О, да. Главное теперь не косякнуть. Все, максимум, да? Нормально удешевили. Мне кажется, очень даже хорошо. Зато у нас теперь море почти всех трав. Спасибо большое. Так, давай, что вы хотите? Спуститься с гор. Погоди. Мы теперь можем, наконец-то, сделать, попробовать яд с кислотой. Так, еще раз. Нам какой нужен? Нам нужно два яда, три кислоты. Это будет сложно, но возможно. Так, для двух ядов нам не надо ничего придумывать. Все, в принципе, уже давно придумано. Так, это при том, что нам... Вот водоворотик меня чуть-чуть смущает, честно должен сказать. Ну, я думаю, как-то прорвемся. Нет, да. Да, нет. Ладно, в любом случае, дальше влево двигаться. А, стоп, он же задействует, по-моему, все ингредиенты. Похер. Ставь, проверим заодно, задействует или нет. Так, нам нужно выехать на двоечку. Еще чуть-чуть. На троечку нарочно не выйдешь, хотя, кто его знает. Не, он не задействовал, супер. Так, яд два у нас есть. Теперь задача простая. Видите, водовороты закрутились. Это плохой знак. Но да ладно. Так, мы можем двинуться еще влево. Либо прямо оттуда попробовать пойти вниз. Либо найти гриб, который у нас уходит влево-вниз. Есть такой? У нас есть все на свете, ну, кроме влево-вниз. О, вот этот упорыш есть. Он почти идеально нам подходит. Ну, давайте рискнем. Мы, по сути, все равно заденем водоворот. Так, только не до самого конца. Нам там разворот не нужен вообще. Все, достаточно. Ну, поехали. С божьей помощью. Не засасывай меня. Он вроде бы и не засасал, слушайте. Это хорошо. Так, дальше. Слишком близко к костям, нет? Мне кажется, что да. Мне прям очень сильно кажется, что близко к костям. А мы на полшишечки не сможем съехать влево. Ага. Так, может есть еще какой-то гриб? Для нас, в принципе, не проблема будет их добыть. Еще один, этот диагональный не буду юзать. Вот такой вариант еще есть. Странный гриб, он нас довезет до низа. А там мы уже сможем что-то придумать. Чек, 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 чек. Вот, до сюда достаточно. Так, от него мы летим вниз. А-а-а-а. Летим вниз только наполовиночку. Так, дальше мы летим влево. Просто нам здесь надо тройку сделать. В любом случае. То есть, чтобы мы себе там не придумали. Здесь должна быть тройка. И вот она, по сути, проблема. Если я правильно понимаю. Да, чтобы сделать тройку, нам придется прям заморочиться. Потому что если я здесь остановлю на полпути, спущусь вниз, нам этого не хватит. Давайте тогда здесь сразу вниз. Опять, очень дорогое зелье, но... Это ж во благо. Так, и тут шагаем влево. Во, вот так мы сможем. С запасиком возьму на всяк пожарный. Поехали. Главное теперь не убиться. Большего и не надо, в принципе. Так, не убился раз. Не убился два. Не убился три. Уже хорошо. Так, теперь ювелирная работа. Самое страшное, что мне эти все зелья надо бы посохранять по-хорошему потом. Так, ювелирочка, ювелирочка. По-моему, попал. Чуть-чуть не попал, по-моему, все-таки. Стрелочка немножко кривоватая. Так, слушай, давай чуть-чуть. Вот так. Почему до сих пор не три? Почему до сих пор не три? Три. Так, замечательно. Эту хрень мы сделали. Завершить зелье. Проверяем, я что сделал хоть. Два яда, три кислоты. Хорошо. Хорошо, с этим можно жить. Так, теперь в чем самый страшный вопрос. Нам нужно сделать огонь, лед, молнию, свет. Смотрим. Огонь, лед, молния, свет. Нет, причем именно в этой очередности. Твою же мать, то за шо? Просто один вопрос, то за шо? Ну, слава богу, хоть по единиц, там не надо будет вымерять прям идеально. Ну, хотя это как посмотреть, слава богу, или нет. Ну, тут понятно. Тут движемся просто влево. Это изврат еще тот. Ну, а шо поделать? Нас вынуждают. Так, вот так мы заденем огнецвет. Вот здесь. Все, хватит. Поехали. Сейчас еще все бонусы соберем. Тихо, тихо, тихо. Раздувайден. Есть. Так, еще раз. Огонь, мороз, молния, свет. Огонь, мороз, молния, свет. Дебельный вообще маршрут, но ладно. Не будем жаловаться. Так, двигайся пока вправо. Давай, 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 давай. Раз. Там надо будет еще спуститься вниз. Обязательно. Вот здесь. Спускаемся вниз на единицу. Уходим опять вправо. Уходим опять вправо, задеваем. И там нам уже проще будет выйти наверх, наверное. Что-то мне подсказывает. Так, поехали. Черепки даже не задел. Нихера себе. Давай, 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 давай. Там довольно сложно, кстати, будет выйти вверх. Беспрепятственно, грубо говоря, или нет? Скорее всего, да. Так, огонь, мороз есть. Теперь нам надо хитро очень выйти вверх. Сейчас у нас были верхние грибы. Во, ты нам подойдешь. Раз. Дальше мы должны улететь влево вверх. Так, у нас вообще нихера на лево вверх нету. Вы что, издеваетесь? Есть вот такая шляпа, но это скорее направо вверх. Ну вот такая штука есть, но мы сдохнем. Зато смотрите, как здесь идеально попадает гриб вот сюда. Это просто стопроцентное попадание. Нам это не надо. Ладно. Будем сейчас придумывать. Докидываю сюда один. Давайте сначала попробуем проехать тут. Так, есть. Теперь мы уходим влево. Так, молния, потом свет, правильно? Вот здесь я не знаю, как мы спускаться будем. Но у нас, по-моему, был какой-то грибочек вниз влево. Вот такой вот есть. С его-то помощью, наверное, и спустимся. Так, ладно, фиг с тобой. Где у нас так? Замешали жижу. Давай сюда. Здесь можем максимально влево уйти, чтобы избежать водоворотика. Было бы хорошо. Потом подъем вверх. Там мы чуть-чуть заденем. Согласен, неприятно, но не критично должно быть. Влево-вверх. Опять же, у нас ничего нет влево-вверх. Попробуем чуть-чуть водоворотик задеть. Я надеюсь, у нас не сильно загружат. Хотелось бы верить, что у нас не сильно загружат. Так, кидай сюда, там сместимся влево. Давай, с божьей помощью. Не умираем на черепах. Молодец. Вот здесь опасные черепа будут. Аккуратней. Оп, нормально. Водоворотик. Даже не засосал. Удивительно. Так, замечательно. Теперь смещаемся на молнию. Нам нужно только первое. Так, молния есть. Трехцветное зелье уже. Ох, красота какая. Йопарас. Бурлит прям ужас. Так, теперь доводим до конца. И думаем, как мы теперь выйдем туда. Где у нас грибочек вниз летящий. Вот этот товарищ, по идее, нам поможет. Но не то, чтобы сильно. Вот если мы два таких юзнем. Вот они, скорее всего, помогут. Во, точно. У нас же вот этот товарищ есть. Ты-то мне и нужен. Так, только назад не заворачивай. Угу. Так, пролетаем сюда. Ну и было бы идеально его еще раз юзнуть. Чтобы мы сюда заделись. Но, скорее всего, придется... Обычными травами в это выйти. То есть вот этим и вот этим. Кидай сразу же сюда. И сразу же сюда. Не уничтожься. Молодец. Так, главное до двойки не доехать случайно. Сохранить. Завершить. Так, отлично, мы завершили главу. Ебываем. Это меня не может не радовать. Глава завершена. Тут бонусы тоже есть. Куча опыта. Что мы имеем на руках? Мы имеем два зелья теперь. Смесь яда и кислоты. Комбинированная по стихиям. Так, теперь мана и очарование. Вот здесь довольно дорого, скорее всего, будет. У шамана у нас здесь. Очарование здесь. Точнее, это галюны. Маны и галюны. Соответственно, нужно будет вот таким маршрутом. Хотя, вроде, не так страшно. Вот этот маршрут куда страшнее был. Так, и что там было? Это щит... Еще раз. Щит цветения сон. Сон. Цветение щит. То есть сюда. Потом вылезти отсюда сюда. Ну, будет больно. С большой долей вероятности. Будет больно. Так, выторг. Или же, или же, или же, или же. Появление бонуса в обзор. Давайте, наверное, появление бонусов. Причем два раза. Потому что у нас с опытом сейчас уже есть некоторые проблемки. Хорошо, ребятки. Пока ждем с вами небольшую паузу. Спасибо вам большое за просмотр. Не забывайте комментировать увиденные. И, конечно же, нажимать на колокольчик. А мы с вами встретимся уже в следующем эпизоде. Пока-пока. Пока-пока.